добрый день здравствуйте всем сейчас мы подождем пока к нам присоединятся наши участники хотим вам еще представить сегодня как вы видите вместе со мной я как обычно мария вы наверное помните многие вместе со мной сегодня новый ведущий он временно сейчас будет заменять антонио давайте дадим слово ему представиться спасибо мария всем добрый день дорогие участники меня зовут антон я являюсь новым сотрудником компании атоме и пользуясь моментом хочу анонсировать мероприятия новые которые проходят теперь каждую среду в москве в котором участвуют новые участники но также могут прийти участники со стажем чтобы узнать что-то новое компании и познакомиться поближе я на этом мероприятии антон также является ведущим поэтому вы можете приходить к нам в офис познакомиться и с антонио и с нашими сотрудниками компании атоме также попробовать новую продукцию и поучаствовать узнать что-то новое о компании сегодня наш рассказ будет о новых продуктах о масках вы наверное всех очень что вы все очень ждали потому что на данный момент на сайте у нас есть гидрогелевые маски а также сейчас появились новые маски тканевые наверное мы начнем с обсуждения вот первой маски как вы знаете тканевые маски и вообще изначально тоже придуманы в корее потому что в корее очень любят ухаживать за своим лицом мы это очень часто рассказывали что шестиступенчатый также уход придуман в корее и вот сегодня первые маски которых мы расскажем это маски для упругости лица то есть наши маски делятся на три части это первые чтобы осветлить лицо вторые чтобы как раз таки убрать морщины какие-то потянуть лицо а также маски для увлажнения как вы знаете в структуре нашего лица кожи есть такие специальные леса которые строятся когда мы начинаем расти то есть после там 20 у нас определенно есть уровень коллагена внутри нашей кожи и вот эти леса с возрастом они падают из-за воздействия солнца или каких-то внешних факторов поэтому нам нужно восстановить нашу кожу и вот эти маски вам особенно помогут также хотелось бы мне как мужчине рассказать о моем опыте использования масок так как до работы в компании я не пользовалась никакими средствами и больше всего мне приглянулись маски с экстрактом увлажнения с экстрактором водорослей эти маски долго сохраняют свою влажность за счет волокон водорослей которые находятся в них также они очень хорошо помогают после бритья мужчинам особенно советую так как после бритья наша кожа раздражена сушится а эти маски отлично поддерживают уровень влаги в коже и не дают ей стареть также эта маска отлично подойдет всем лицам подросткового возраста так как увлажнение препятствует возникновению акне на также наша кожа в любое время года очень нуждается в увлажнении например летом если мы часто находимся под солнцем эти маски отлично подойдут для увлажнения и также я бы девушкам посоветовала даже каждый день можно применять эти маски в летнее время потому что если вы не хотите утяжелять лицо кремами или чем-то то есть каждый вечер или каждое утро вы можете использовать эту маску ваша кожа уже будет увлажнена после этого просто можно использовать тонер чтобы придать еще большее сияние кожи то есть не надо будет никакими толстыми кремами и мазать лицо потому что летом все-таки наша кожа не очень хорошо впитывает все компоненты из кремов и следующая наша маска еще одна новинка для людей у которых есть какая-то пигментация или вы наоборот хотите просто высветлить свой цвет лица как вы знаете в азии вообще такие стандарты азиатской красоты это очень очень белая кожа то есть практически все азиатки прячутся от солнца летом особенно они не загорают всегда даже ходят зонтиками в корее можно увидеть вот и поэтому для них очень важно сохранить цвет лица также чтобы не было никакой пигментации даже если она у вас есть эта маска может вам поможет вам предотвратить ее здесь находится экстракт риса если вы когда-нибудь мыли рис и готов когда готовим рис мы его моем мы всегда видим там белая водичка остается это как раз таки этот экстракт рис он помогает отбелить все даже раньше в азии там и в японии в китае и в корее девушки умывались рисовой водой чтобы отбелить себе кожу чтобы она была насыщенная свежая также эта маска помогает сделать лицо ярким то есть если вам срочно нужно например у вас какое-то мероприятие и вам нужно выглядеть очень свежо я предлагаю вам эту маску подержать мы предлагаем держать их 10-20 минут но вы подержите и 30 потому что это именно маска поможет освежить ваше лицо то есть если у вас даже есть какой-то отек на лице она очень быстро поможет от него избавиться и ваша кожа будет сиять изнутри за счет еще вот этого отбеливающего такого эффекта и так как еще у нас на горизонте лето солнце однозначно и люди у которых есть веснушки летом они проявляются за счет солнца а данная маска помогает предотвратить активное появление веснушек да также кстати я мы забыли вначале сказать что вы конечно же можете задавать нам вопросы мы ответим не только по маскам но и по любым другим вопросам то есть представленные три новые маски совершенно отличаются в своих воздействиях на нашу кожу поэтому каждый человек может подобрать какую-то которая подходит ему например первую маску про которую я рассказывала с лифтинг эффектом может могут применять девушки уже которые более постарше чтобы особенно хорошо она будет применяться с набором абсолют потому что он и так имеет лифтинг эффект и если вы еще после основного ухода добавите вот эту маску в свой уход вечерний к примеру это будет еще больше поможет вам восстановить ваше лицо ваш овал даже лица все маски также придают сияние не только последняя третья маска но просто они будут освежать вам лицо на самом деле в корее вообще девушки каждый день даже не только девушки но и мужчины применяют эти маски каждый день но мы вам предлагаем применять их по случаю либо хотя бы два раза в неделю потому что наша кожа все равно нуждается в каком-то питании увлажнений как мы говорим уже лето на дворе поэтому все-таки нужно еще больше насыщать свою кожу полезными какими-то экстрактами вот так же я еще видела вопрос сколько держать опять же эту маску на эти маски если вы применяли вообще когда-нибудь тканевые маски они имеют свойство высыхать то есть вы держите их там минут десять-двадцать и они начинают уже так сохнуть на лице поэтому становится неприятное чувство им хочется их снять так вот эти маски настолько сильно пропитаны уже всеми полезными веществами и эссенцией что они не сохнут то есть если вы даже оставите эту маску открытой на ночь утром она все еще будет влажная но я не советую спать именно с ночью с этими масками потому что ваше лицо возможно именно теплое время года может стать более таким напитанным как будто бы вы немножко опухли с утра поэтому лучше их применять конечно вечером и либо утром не оставлять их на ночь также хотелось бы еще рассказать о своем опыте использования масок также я пользовался гидрогелевыми масками марине которые также предоставлены на нашем сайте и мне очень поразил эффект того как они растворяются в воде то есть после того как я нанес маску сняла растворил в теплой водичке плаваешь получаешь удовольствие и чувствуется что на коже лица такое успокаивающее действие и во время принятия ванных процедур тоже спокойствие расслабление и удовлетворение да мы вообще рады что на самом деле мужчины даже нашем офисе стараются использовать все продукты атомии и вот теперь на новом нашем сотрудники на нашем на новом на нашим новым ведущим антонио мы будем с вами испытывать и применять все средства которые у нас есть мы уже выдали ему все маски он конечно же уже все пробует каждый день он с вами поделится потом тоже своим преображением что ему понравилось так бы хотелось еще раз напомнить про мероприятия и уточню один момент то что на мероприятие нужно заранее регистрироваться но на данный момент регистрация на апрель закончилась к сожалению а регистрация на май будет возобновлена в последних числах апреля и наша компания не стоит на одном месте мы идем вперед мы обещаем вас радовать в самом ближайшем будущем новинками скоро поступит новая линейка продукта которая удивит всех и не оставит никого равнодушным это антон уже ответил на ваши вопросы которые вы задавали нам в истории а сейчас я бы хотела еще ответить на вопросы которые будут давали нам в прямом эфире о наших масках разве тонер не нужно наносить до масок да вы совершенно правы вообще вы можете нанести тонер перед масками и после масок то есть обязательно надо это делать наносить маски на чистое лицо то есть мы умываемся делаем например четырех ступенчатую систему ухода дальше мы просто вытираем лицо я всегда всем советую не вытирать лицо полотенцами а использовать одноразовые платочки после этого мы наносим тонер и маску тогда эффект еще будет больше либо мы наносим просто маску но после маски ее не надо смывать наоборот похлопывающими движениями оставшуюся эссенцию мы как бы впитываем в нашу кожу а дальше когда уже немножко высохнет кожа и минут через пять отойдет от маски мы обязательно используем тонер подскажите пожалуйста маска идет с охлаждающим эффектом нет к сожалению это была прошлая линейка масок атоме с охлаждающим эффектом однако все маски обязательно и гидрогелевые и тканевые все любые маски и патчи для лица необходимо держать в холодильнике по поэтому в принципе когда вы достаете маску из холодильника она уже имеет охлаждающий эффект потому что она будет холодная для чего мы держим вообще маски в холодильнике потому что например как вы знаете у многих моделей есть такой секрет красоты умываться с утра кубиком холодного льда то есть это помогает вашим клеткам кожи проснуться помогает приобрести здоровый свежий вид кожи лица а также просто убирает вот это вот какой-то припухлость с утра на лице если она у вас есть если например вы бы выпили много воды перед сном и получается что маска из холодильника как раз справляется как вот такой кусочек льда только еще она питает вашу кожу необходимыми какими-то компонентами полезными которые находятся в сыворотках этих масок следующий вопрос повторите пожалуйста какая подходит от веснушек от веснушек и пигментации при каждодневном использовании подходит маска вот такая brightening вы можете использовать ее летом тоже чуть больше чем два раза в неделю можете использовать каждый день на протяжении какого-то времени но если вы используете маски каждый день старайтесь их комбинировать то есть не пользоваться например только маской для подтягивания контура лица каждый день лучше комбинируйте например один день вы используете эту маску другой этого на третий день вообще лучше использовать гидрогелевую маску чтобы просто ваша кожа лица не привыкала к этим компонентам потому что потом может быть какой-то переизбыток определенного компонента следующий вопрос эти маски так такие же как на корейском сайте да абсолютно верно на корейском сайте сейчас тоже присутствует два вида масок это гидрогелевые как у нас и данные маски тоже присутствуют на корейском сайте еще вопрос про мероприятие еще раз просит повторить которое говорил антон теперь каждую среду для жителей москвы или московской области а и даже если вы хотите к нам приехать из какого-то другого города вы можете это сделать зарегистрировавшись по форме на сайте которые на страничке который висит на нашем сайте то есть что это за мероприятие мероприятие предназначено для новичков для новых участников компании либо которые хотят стать участниками но еще не стали вы можете прийти к нам в офис теперь каждую среду по записи еще раз напоминаем от познакомиться с товаром познакомиться с сотрудниками компании вот вы увидите антона который будет у вас ведущим пообщаться то есть узнать больше про продукт про маркетинг план и просто узнать чем живет компания посмотреть даже просто на наш офис поэтому мы очень вас всех ждем будем рады встречи с вами вот всех ждем на мероприятие но обязательно надо на него записаться к сожалению даже как говорил антон начале запись на апрель уже закрыта но вы можете попасть к нам в мае спасибо вам большое надеюсь мы будем немножко в будущем менять наверное формат наших видео инстаграм инстаграм лайф как мы уже говорили мы очень ищем новые способы где нам проводить еще лайф эфиры то есть в телеграме например поэтому следите за нами мы очень рады что вы до сих пор приходите и нас смотрите спасибо вам большое до новых встреч рад был с вами познакомиться до свидания